Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Я не знаю, как строили планы мы на просмотр сборной команды России, учитывая, что один матч с Германией у нас был товарищеский, а матч с Швецией был не товарищеский, а в рамках Лиги наций. Давайте посмотрим и сами вспомним, и нашим телезрителям напомним, как закончились эти матчи. Итак, Германия-Россия, мы на таком сленге, можно сказать, попали со счетом 3-0, ну а шведам мы проиграли не так крупно, но тем не менее 2-0 итоговый результат на табло. Что можно сказать? 5 мячей пропустили и 0 мячей забили. Сергей, ты как главный у нас специалист по сборной команде России, да, скажи, после чемпионата мира, да, ну действительно наша сборная дала нам возможность говорить о ней как о команде равной, скажем, да, или там близко к равной среди равных. Немножко наши оправдания, все-таки теперь уже все. Спустились мы с небес на землю? Нет, мы не спустились. Команда была совершенно другая. Команда была, то что один человек практически, да, там остался с командой, которая играла на чемпионате мира. Да. И участвовала в этих играх. Ну а с Испанией вообще один человек только вышел. Да. Помните, мы говорили? Да. И это был, по-моему, Кузяев, мы говорили, что Газинский, но в итоге это Кузяев был. Оказался, да. Единственный человек, который играл на чемпионате мира в последнем матче с Испанией. Да. И? Вот. И поэтому я считаю, что ничего страшного здесь нет. Команда, получается, с листа новая. Она не готовилась. Если к чемпионату мира, допустим, команда готовилась, да, там почти месяц было какое-то время для подготовки у Черчесова, то здесь мало того, что многие получили травмы, команда совершенно сырая. И можно было ожидать такого результата. То есть ты, в принципе, не расстроен тем, что... Я даже никогда не расстраиваюсь по гору сборной. Ну что ж, давайте узнаем от нашего телезрителя, может быть, у него есть другое впечатление от этих игр, либо вообще о футболе в целом. Добрый вечер. Добрый вечер, ребята. Это вас беспокоит Евгений. Здравствуй, Жень. Скажи, ты на стадионе сразу? Да, да. Ну, как замечательно. Погода, скажем так, армейская. Идет не жёсткий, не большой. Но самое главное радует то, что много людей приходит сейчас на стадион. Вот мы можем наблюдать, сейчас видеть, что подходит. Поэтому по предварительным данным примерно 50 тысяч болельщиков сегодня соберется на стадионе. А ты где вообще находишься? Расскажи. Мы знаем. Да. Расскажи телезрителям. Я сейчас нахожусь в данный момент в буфете. Шучу, конечно. Это самое важное, что ты хотел донести до зрителей. Да, у нас это просто зрители. Там начинается всё с буфета и с гардероба. Вы всё прекрасно знаете. На самом деле, нет, нахожусь на секторе уже, почти посередине футбольного поля. И поэтому буду наблюдать за матчем. Убровки практически. Какой, что за матч-то? Матч сегодня, Лига чемпионов у нас сегодня. Играет какая-то чешская команда. И самое главное, играет сегодня Центральный спортивный клуб Арби, который представляет замечательно российский футбол на международном площадке. Евгений, мы чуть попозже будем говорить о выступлении ЦСКА, где-нибудь минут через 20. Поэтому ждём, может быть, ещё раз тебе удастся дозвониться. Дозвониться, да, и мы более уже поговорим о ЦСКА и матче Лиги чемпионов. Женя, скажи, пожалуйста, Ахметов вышел разминаться? Не услышал. Она не отвечала Русь. А, да. С топ-командами. Но вот визуально очень хитрая эта схема с тремя командами. Вроде казалось, что ты на первом месте, а Швеция на последнем. Было 7 очков, у них одно. Да, и практически за два тура всё кардинально меняется. Но, в принципе, от сезона разочарования, конечно, нет. Ожидания немного завысились. Не будем забывать, что шведы – это тоже четвертьфиналисты чемпионата мира. В общем, это наш уровень. Мы их там обыграли, у нас равное количество очков с ними получилось. Мы сыграли на нашем уровне. Если бы нам повезло сохранить состав, который был на чемпионате мира в игре со Швецией, я уверен, что этот бы состав решил задачу. Так что от сезона эмоции положительные. Если есть какие-то ура-патриоты, которые говорят, что мы должны выиграть чемпионаты мира и так далее, то я им не завидую. Сборная сыграла хорошо наша в этом сезоне. Соглашусь. Скажи, пожалуйста, получается, что, ну, судя по тем играм, да, которые мы провели с Германией и со Швецией, получается, у нас нет второго эшелона. Людей, которые смогли бы выйти, да, и сделать результат. Нет. Ну, в общем, не знаю по поводу того, что Россия и так выпрыгнула выше своей головы. Какой-то большой игры, честно говоря. Ну, вы знаете, я скептически относился даже по игре на чемпионате мира. Поэтому даже основной состав, он такой со скрипом, какими-то бойцовскими качествами, физической формой добивался результата. Но каких-то игровых, каких-то находок у команды Черчесов все-таки нет. Уж не говоря о том, что есть какие-то замены этим игрокам, которых Черчесов действительно, как Сергей справедливо сказал, месяц он готовил и подготовил к чемпионату мира. Хорошо. Помните, но что мне отрадно в этой истории, да, помните чемпионат в Корее, когда сборную Кореи тянули? Какой год? 2002. 2002, по-моему. 2002 год, да. А если не 98? Нет, 2002. В 2008 году мы не попали. Нет, нет, корейский. В 2002 Корея-Япония, я помню, чемпионат мира, да. В 2006 году был в Германии уже, соответственно. Помните, да, когда хозяев реально тянули, тянули, даже хотя бы в полуфинал. Из группы, ну, это да. Вот, помните, чемпионат Италии, чемпионат, который проходил в Италии, тоже там с итальянцами были различны, да. Но что мне отрадно, и я уверен, что и наши телезрители, и мы здесь в студии согласимся, что нашу сборную все-таки не тянули. И ребята действительно... Нет, сами, все сами. Да, сами, ну, за счет игры, соответственно, да, самоотдачи своей вышли, да, в восьмерку сильнейших. Нет, ну, а то, что у нас неким страховать, это, собственно, не новость. Мы набираем вот этот состав, набираем скамейку, то, что подпереть неким, это понятно. Сейчас появляется молодежь, которая должна прийти на смену, вот только сейчас, да, потому что такая прореха между поколениями, что это произошло, вот, ну, Головин заиграл, да, в сборной. А вот сейчас эти ребята, которые молодежь ЦСКовская, молодежь Спартаковская, вот через сезон... Краснодарская. Да, разумеется, Краснодарская замечательная молодежь, вот они должны подпирать основу. Будут, я очень на них рассчитываю, потому что надеюсь, что у всех сложится карьера. Ну что ж, будем надеяться, будем надеяться. Единственное, что мне немножко история непонятна, Сереж, мы с тобой говорили на эту тему, Чалова вызывают молодежку, он не играет. Чалова вызывают в первую сборную, он не играет. Лучший бомбардир чемпионата. Олег, я тебе отвечу, наверное. Но не предвзято, как болельщик ЦСКА. Ой, я не предвзято тебе отвечу, потому что Чалов, вот если, например, сравнивать его с вызовом Ари, которая у нас вообще была, да, большая достаточно дискуссия по поводу пяти натурализованных игроков в сборной, но Чалов не тот игрок, который может сам себе придумать момент, что ли. То есть, если Ари такой нападающий, можно сказать, такой все-таки плана Вагнера, если хочешь, только слабее классом, то Чалов это просто игрок, который вот замыкает, он просто замыкает голевую ситуацию. То есть, игрок штрафной. Не соглашусь. И сборная России, вот на мой взгляд, и на чемпионате мира, и вот в матчах Лиги Нации играла по такой схеме, что-то из разряда, там грузанем куда-то вперед на Дзюбу, Дзюба сбрасывает, и дальше что-то происходит. Вот Чалов эту расстановку и в этот расклад никак не вписывается. Почему? А когда Дзюба играл с Ари, почему вместо Ари, допустим, поставить Чалову, который, как ты говоришь, замыкает, а Дзюба столб, который принимает мячи, может быть сбросить ему там... Ари может обыграть один в один. У Ари больше опыта. Ари тоже в хорошей форме в Краснодаре. Ари больше видит поле, в отличие от Чалову. Это на мой взгляд. Чалову пока рано быть центральным. Когда был товарищеский матч, может было хотя бы, я считаю, на замену минут на 10-15 минут. Тоже схема Черчесова, она не предусматривает такой комбинационный футбол, который сейчас в ЦСКА зарождается. И там Чалов просто потерялся. Это у нас догадки. Я, может быть, соглашусь. Почему? Потому что действительно в ЦСКА мы еще будем об этом говорить. Есть Влашич, есть Ахметов, Абликов, которые умеют... Я не соглашусь с вами. Понимаешь, мы теоретики сидим. Да, вот он там это. А он же не вышел, он не сыграл. Его не видел никто на поле. Как он сборной играет? Ни разу. Он не забил гола, который он создал сам. Да, прав Черчесова, потому что он не впишется. А кто сказал, что он не впишется? А кто сказал, что он будет так играть? А если ему объяснить, как играть? А тебе сказать, сколько веретенников сыграл за сборную? Веретенников он 3 года становился лучше, Сколько веретенников было лет, когда он пришел в сборную? Ему было почти 30 лет. Друзья, сколько ударов по воротам сборная России нанесла в матче со сборной Швеции? Да, вот скажи. По-моему, в стол в ворот, по-моему, ни одного. В створни попали. Ну, чтобы Чалов это сделал в этой команде, Ари все-таки была надежда и такого плана нападающей. Ну, и Зюба, конечно. Надежда была, но если у Ари не пошло, почему ты не можешь поменять? Ну, я согласен. Единственное, может быть, остается нам ждать выход. Ари забил, что ли? Я не знаю, что он там показал. Ари в хорошей форме в Краснодаре. В Краснодаре? А что в сборную показал? Мне не понравилось. Мне тоже в сборную он тоже не понравился. Единственное, говорю, а на что остается надеяться, это на выход на поле Кокорина. Ну, прежде ему надо выйти из других мест. Ну, Жорж, давайте переходим к чемпионату России. Действительно, прошел, закончился первый круг. Сыграно 15 матчей. Ну, и давайте посмотрим, как закончился тур, 15-й тур чемпионата России. Итак, «Зенит», на мой взгляд, достаточно легко обыграл Ростов со счетом 2-0. Ну, Краснодар, «Арсенал», тут все понятно, хотя до второго тайма, да, счет-то, в общем-то, был 0-0. «Спартак» крылья Советов, один из самых такой, может быть, не скандальных, но противоречивых матч, по крайней мере, по судейским принятым решениям. «Анджи Рубин» 1-1. «Аренбург» обыграл Уфу и в первой десятке закрепился. «Динамо», на мой взгляд, самый неожиданный результат, умудрились дома проиграть последней команде 1-2. «Локомотив» проиграл «Уралу» 1-2, ну и «Ахмат» ЦСКА 0-2. Три последних матча, да, мы говорили, что выигрывали только гости, последние матчи выигрывали только хозяева. Давайте начнем, начнем мы, наверное, с матча «Спартак» крылья Советов. Резонно. Да, ну, естественно. Во-первых, достаточно большой информационный фон, информационное поле, пространство, да, именно по этому матчу. Первый матч Кононова, возвращение в строй, можно, наверное, и так сказать, да, как сказал сам Кононов, в бой идут одни старики, да, вернулись все, даже Ребров встал в ворота, да, ну и плюс, конечно, какие-то судейские решения. Ты увидел руку Кононова в игре «Спартака»? Ну, хотя бы по первому вот этому матчу. Ну, главное изменение, помимо состава, это изменение схемы, потому что мы играли в два нападающих. При, ну, при Янче не будем вспоминать, при Карель такого не было практически. Сделал ставку, да, на таких, на ментальных лидеров. В данном случае, мне кажется, ему мало чего оставалось. Подтвердил, мне кажется, скажем так, не подтвердил, а проверк, на мой взгляд, он тезис о том, что якобы Кононов является мягким тренером, потому что с этим своим решением он, в принципе, вступил в конфликт со всем могущественным спартаковским, баллическим сообществом. Вот, то есть, проявил свою волю. Как дальше пойдет, посмотрим. По игре говорить, я матч смотрел в записи, не имел возможности смотреть в прямом эфире, уже зная результат. Ну, я, в общем, собственно, я обрадовал, что не смотрел его в прямом эфире, потому что после 1-0 мне казалось, что все опять закрутилось по старому сюжету. Пойдет так, да, да. Очередное поражение. Но вот эти старики, которые вышли, надо сказать, они бились, они сражались, они, собственно, завели команду, забили другие люди, да, но, тем не менее, результат сделан, на мой взгляд, это так называемая ОПГ-ромашка, которую называют в народе, то есть это Камбаров, Глушаков, Ребров стоял на воротах, Ещенко, да, и Ещенко. Очень понравился то, что он поставил Хани, вот это место, которое Хани любит, и Хани совершенно раскрылся, он просто стал мозгом команды, который держал все нити игры в своих ногах. А ведь, чего признаться, даже я Хани не видел в составе Спартака, под тем позициям, которые ему предлагал Горьера. Да, он как-то, видимо, человек одной позиции. интервью Хани, ты слушал, когда он сказал по поводу, что он, что он понравился тренер, тем, что он, оказывается, знал, какое место, узнал матчи, какие он проводил, не в России, а вообще. То есть, так информирован был по нему, то есть, видишь, он и нашел, действительно, как Кирилл сказал, место, которое ему нравится, и которое, действительно, принесет пользу Спартаку, может быть. Спартак, в смысле, который им близко, да, в данной ситуации, может, потом он что-то будет пересматривать. Ну, меня тревожит, мне кажется, в большей степени показательным будет следующий матч, который мы проведем в Европе, даже пусть не в чемпионате, выйдет, я думаю, те же игроки, плюс-минус, и мне не кажется, что старый гладец может провести матч с такой же интенсивностью, как они... А что делать с молодыми ребятами? Все хорошо, Глушакову сколько? 31. Ещенко сколько? 32. Камбарову сколько? 33. И пошли, пошли, пошли. Реброву тоже 34. Реброву тоже 34. Ну, ворок можно стоять. ну, сам факт. Ребята, а как все эти Ломовицкие, Максимовы, Ну, Ташаев, ладно. Ну, 20, ну, ну, так или иначе, они не дали результат при предыдущих тренеров. Ставка была на молодежь, мощная, они не вывезли, они не должны сейчас вывозить, это не их задача. Ломовицкий, надо сказать, играл и вышел в основу. Ну, играл, играл, да. Ну, я имею в виду... Выпускать сразу четверых молодых, ну, это опасно, они не вытаскивают. Молодые будут играть, я в этом абсолютно убежден, они никуда не денутся, только не настолько эффективно. Конечно, они могут и должны быть благодарны Караве, который их вот впустил в большой футбол, но они никуда не денутся, Олег, я, по крайней мере, на это рассчитывал. а сколько, сколько их мы помним, Зуевых, да. От меня-то что хочешь? Что ты хочешь от Конова? Чтобы он всех выпустил в вас стрельбу в право? Я не пойму твою подачу. Если он пошел по пути, вот, ломая отношения с Фратрией, и так далее, ну, как не пошел? Не пошел, Олег. Вот. А дальнейший-то путь... Я тебе объясню. Дальнейший путь, я думаю, мое мнение, может быть, подтвердиться нет. Или это только на сегодня, что называется? Мы завтра увидим. Мне кажется, он имел в виду тот же матч, который будет вот на Лигу Европы. То есть, я думаю, состав не будет таким же самым, который был победный. Состав с крылышками. Я думаю, там будет, может быть, максимум, ну, не максимум, но, думаю, наполовину, 50% будет изменен. То есть, ты считаешь, что игра, которая будет решать выйти для Спартак в весну с Рапидом дома, он выставит весь... Он чтобы таким составом играть на два фронта, на три даже, а, на два, они вылетели. На два. Да. Смотри, господи, мыс потерял. Так, по поводу стариков, по поводу молодежи. А, ну да, Сереж, я полагаю, что в данный момент, он вообще так, ну, может, да, он заглянул в следующий матч, но для Спартака было важно победить дома. Спартака было важно победить. На это была ставка. Вся, абсолютно. Или пан, или пропал практически. Победили, будем теперь смотреть, что дальше. Зобнин травму получил. Да, это плохо. Вышел 17 минут, второй колено у парня полетело. Ну, карьера под большой угрозой у человека, безусловно, уже стоит. Будет решать дальше. Я не думаю, что состав сильно поменяется, потому что менять его особо точнее. Да, Зобнин за что? За то, что он полтора года пахал, за то, что на нем ездили полтора года. Динамо вылетело в первую лигу, Зобнин сказал, я в первой лиге играть не буду, но я хочу играть на высшем уровне, я хочу играть в Спартаке. Ушел, бросил команду. А бог футбольный, он так просто не прощает. Ну, ты сектор. Ну, я не думаю, что... Скажи, пожалуйста, тебе удалось посмотреть матч, как ты говоришь, в записи, Это, чтобы вы с первой лиги не вылазили. Ты уже знал о судейских решениях? Насколько тебе было интересно самому пересмотреть... Ну, пенальти, конечно, был, когда рукой, да, сыграл. Да, сыграл рукой. Вопросов никаких нет, то есть, настолько очевидно. Если не было пенальти, назначай угловой. Да, угловой не назначил. Это, Корнеленко из-за игры забил нам гол. Вот, буквально сегодня пришла информация, судейский корпус разобрал эту историю и вынес решение, что мяч был защитен правильно. Ну, и фиксным судейским корпусом. Там не было... что он на половину вне игры, товарищ, торчит. Но, в данный момент, конечно, безобразно сыграл наш защитник, да, последний. То есть, тема, то, что Спартак вытащил судья, мне кажется, неоправданная. я не думал, что Спартак вытащил, что мы бы задавили. Ну, было видно, что Спартак гораздо сильнее. Мы должны были выиграть домашний матч. Мы не можем столько прыгать домашних матчей. Ну, что ж, согласен. Давайте идем дальше. Следующий матч, который хотелось бы обсудить. Матч Динамо-Енисей. Сереж, да, мы перед матчем, я писал о том, что пора менять менять традицию, да, Динамо нужно побеждать, учитывая, что Енисей до этого набрал всего лишь 6 очков за 14 матчей, да. Ну, мне кажется, мало кто из нас сомневался в том, что Динамо... Нет, нет, все правильно. Ты написал, ты немножко так это, подковырнул меня, что написал, что в пятницу прошли там 4 матча, или сколько, 3 матча? побед таких безоговорочных тоже нереально, потому что Динамо проиграл 4 матча из 15, да, в этом сезоне в чемпионате России, и 2 матча проиграл аутсайдером, то есть, Анджи, который шел на последнем месте, проиграли дома, главное, вообще 2 матча проиграли, именно аутсайдером, и 2 матч проиграли и Енисею, тоже, самый проигранный Енисею, поэтому Хохлов говорил, что мы не можем играть в атаке, не получается у нас, нет игроков таких, которые могли бы завершать, Панченко, это вообще все 15 матчей, что смотрел, это, конечно... Но не вышел на свою роль. Олег, понимаешь, вот он уровень ФНЛ, как он там остался, понимаешь, вот он играл в первой лиге, забил 22 мяча, и вот он думает, что да, я теперь... Не получается ничего, парню не попадает в ворота, ни штрафные, ничего не идет, ничего не получается, еще он обижается, когда его хохлов меняют, естественно, игра преображается, то есть, он даже вот в этом матче выпустил, когда Соснин играл с крайнего защитника, потом уходит Панченко, Соснин идет в опорную зону вместе с ТТХ, потому что там один ТТХ, там вообще проходной двор был, когда был Панченко, там кому не лень, можно было пешком, они все шли пешочком, доходили до Шунина. Так оппозиция-то, может быть, оппозиция все-таки не Панченко, он играл так... А куда его? Куда? Там играли... Не знаю, десяткой. Хохлов выпустил двух нападающих играть, тоже не впервые, но где-то, может, вторая-третья игра, так мы с двумя нападающими сыграли, играл Луценко в атаке Марков, два таких, можно сказать, столба играли, плюс по краям играл Жоазинью и португалец наш, этот... не важно, ну ладно. Короче, и Панченко играл под нападающими, получается, но все, я начал сейчас вспоминать, кто у вас там португалец играет. Ну ладно, Кардозу, 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 да, вот, атакующая вообще была эта схема в обороне. Но матч-то сам понравился? Не, матч-то интересный был. Потому что матч-то, мы говорим, что как болельщики, что матч-то... Я тебе честно скажу, я тебе не писал, что я на... ругайте меня, бросайте там тряпками, но я уснул на матч-ицы и сказал, честно уснул, ты мне пишешь, может быть, шутишь, а я правда, я поймал тебя на мысли, что я уснул, когда смотрел этот матч. А, ну, Динамо, конечно, я не мог спать, я бы 0-0 смотрел, но факт тоже, что интереснее было, что было удаление, были голы, были перекладины, были какие-то разборки, были травмы у той и другой команды. То есть, матч-то получил... Но удаление по делу? Ну, все по делу, почему? Парень Морозов, ну, тоже игрок первой лиги, можно сказать. Ну, некого. Рауш получил травму. Но боролся? Боролся, ну, что же делать? За две минуты получить две карточки сразу. Ну, что это такое? Подвел команду? Подвел. Подвел. Поражение по делу. Мне еще 2 секунды. Енисей мне больше понравился. Хоть он и последний месте, но он мне, я тебе говорил, про первой лиги. У нас с Енисеем, кстати, в первой лиге были два матча, и два матча в ничью закончились. Там в Красноярске и в Москве 0-0 и 2-2. И здесь я не думал, что будет спокойная игра. Это раз. Во-вторых, Енисей играет, я посмотрел, Енисей лучше с мячом обращается. Меньше брака. То есть, у Динамо столько было брака, не знаю, что было делать. Не знаю, сейчас вот последнее интервью Широков он сказал, что, естественно, Хохлов доиграет до конца чемпионата от 17 туров. Эти два тура будут решающими это с Рубином и с Уралом. Последний Динамо сыграет. И как там дальше будет, будут смотреть. Естественно, будут прикупать кого-то в атакующей линии. И плюс будут думать главный принят. Да, осталось два тура. Два тура осталось чемпионата. Ну что ж, будем надеяться. Конечно, хочется сказать, болельщикам Динамо не унывать, всегда оставаться с командой. Самое смешное, мы остались на 12 месте, как и были. Ну да, только немножко разрыв сократился. Да. Мы же, если бы выиграли у этих аутсайдеров, допустим, у Анжиа и Енисея, мы бы догнали Спартак по очкам. Спартак догнать невозможно. Все понял. Ладно. Идем дальше. Ахмацевская, я правда скажу, поддержу Сергея, что на этом матче действительно можно было уснуть. Что мы и сделали. Что мы и сделали, да. Мне кажется, ЦСКА уже реально начал готовиться к Виктории в Лиге Чемпионов. А, господи, Ахмат, мне кажется, он не знал, что ему представить ЦСКА. И вот, в общем-то, центр поля переходили вот это так. Сюда 20 метров в центр поля, сюда 20 метров в центр поля. А, по-моему, Акинфеев и замерз во время этого матча. Такой удивительный матч, потому что, вообще-то, в Грозном всегда тяжелый матч и у армейцев, и у других команд в этом году. Никто, кроме армейцев, в Грозном не победил. Потому что, понятно, тяжелый выезд по самым разным и футбольным, и неоколым, и нефутбольным причинам. Картинка, кстати, была такая грустная, потому что сам стадион такой уныленький и снимает его еще по старым технологиям, когда, потому что, во-первых, есть трибуны значительно дальше, чем на оставшихся трибунах. Камера так наезжает еще, как снимали лет 10 назад. Действительно, именно этот стадион отстает от всех остальных. Хотя не так давно построили. Хотя вроде матч ТВ показывали. Не, ну и построили не так давно. Построили не так давно. По поводу ЦСКА и игры в этом матче. Вот если вы, Олег, ты с Кириллом пытались увидеть руку Кононова, игру рукой видели вообще все, штрафной, Спартака, то в ЦСКА очень много рук, которые приложены к улучшению игры ЦСКА, не видны. Даже не хочется об этом говорить, потому что получается именно вот эти тонкие подкрутки, такие даже еле заметные, которые приводят к улучшению игры ЦСКА по всем позициям. Тебе не кажется, что сейчас Влашич немножко сдал, что называется? Ты знаешь, он не сдал. Почему, например, в начале ЦСКА получалось? Потому что выходит команда молодая, она, никто не знает, чего от нее ждать, только видит одно, герб ЦСКА, который говорит о том, что это фирма, это Гиннер, это Гончаренко, и все знают, что раз эти футболисты выходят, значит, это точно какой-то определенный класс, ниже которого команда не опустится. Потом подпривыкли к Влашичу конкретно уже готовится, персонально, и закрывают ее вдвоем, втроем, посмотри, как его накрывают. Но появляется простор для Обликова, появляется даже простор для Чалова, который мы уже обсуждали ранее, и ЦСКА забивал эти мячи, и даже забил гол со стандарта, забил гол Магнедович. Это, кстати говоря, первый мяч, который ЦСКА забил со стандарта, и второй звонок в нашем эфире. Добрый вечер. Ой-ой-ой. Уже там началось? Какой счет? Алло-алло, говорите. Алло-алло. Да. Приветствую вас еще раз. Уже непосредственно события начинаются на поле. Уже мальчики машут мячом Лиги Чемпионов, и команды вот-вот выходят на поле. Алло, я вышел. Замечательная атмосфера, просто кайф. Если в эфире побуду немножко, то можно услышать скин Лиги Чемпионов. Сейчас побудем. Ключай погромче. Или пой. Сейчас, мы пять минут подождем пока. Ну, сейчас осталось. Атмосфера, конечно, народу не как в матче с Ромой или в матче с Реалом, но, в принципе, довольно-таки неплохо. Думаю, да, здесь тысяч 50 набралось. Итак, итак, вынимание, господа, поехали. Спасибо. Спасибо большое, Евгений. У нас было прямое включение со стадиона Лужники, где стартует матч Лиги Чемпионов ЦСКА Виктория Пельзень. Действительно, матч очень ответственный, где, в общем-то, будет определяться судьба ЦСКА в весенней стадии либо Лиги Чемпионов, либо Лиги Европы. Но об этом мы, естественно, поговорим. Давайте, да, вспомним о ЦСКА. С Ахматом, в принципе, все понятно. Действительно, какого-то футбола мы не увидели, да и обсуждать, наверное, тоже уже нет смысла. Давайте посмотрим турнирную таблицу после первого круга. Итак, команда «Зенит» на первом месте с пятиочковым отрывом от Краснодара. И я, честно говоря, не вижу никаких пессимистических настроений о том, что Краснодар находится не на своем месте, как такое бывало в каких-то годах, да, ЦСКА 26 очков, «Локомотив» 25, «Ростов» 23. Три команды «Урал», «Спартак» и «Оренбург» только по дополнительным показателям, да, делят, соответственно, шестую, седьмую и восьмую строчку. Ну, и дальше у нас, да, «Рубин», «Ахмат», «Арсенал» и, на мой взгляд, абсолютно неожиданно «Динамо» находятся, ну, и «Анжи» и «Енисей» на последних местах прямого вылета. Друзья мои, вот что я хотел сказать. За, сколько, по-моему, 14 матчей, ой, 14 лет премьер-лиги существования, да, только, вот если мне память не изменяет, только четыре раза чемпион первого круга не становился чемпионом России. Ну, за все чемпионаты России их было 21, по-моему. Нет, получается, в 92-м году первое. В 92-м году, да, сейчас 26. 26. 26 чемпионатов прошло, и из них шесть раз только чемпионом становилась, вернее, команда, которая не была победителем первого круга. Победители первого круга. 20 раз становилась команда, которая была победена. То есть, по статистике, по-твоей, да, любимой? Да, да. Получается, что Зенит имеет там сколько процентов? Причем два раза из последних локомотив у нас был. Да, помнишь, он ввел процент, 75-73%. Они остановились, помнишь, Зенит и локомотив, который локомотив там на сколько-то очков опережал на большинство? Там очень много, 11 очков, 12, где-то так. Чуть-то не 13 очков было. И также Зенит, помнишь, тоже с большим гандикапом велидировал, а потом догнали его. А потом ЦСКА догонял, и локомотив догонял ЦСКА, и Зенит догонял ЦСКА. Краснодар, да, мне кажется, что, согласитесь, что абсолютно по праву находится на втором месте. Давайте немножко мы именно в связи с этим о Краснодаре скажем. Молодой тренер, никогда не тренировавший никакие другие команды. Кроме Краснодара. Ну, кроме Краснодара. Молодежки, да. Вот. Больше всех забили, больше всех нам нравится футбол, который показывает Краснодар. Хотя это уже такая династия, может быть, да, идет. Мы всегда говорили, что смотреть Краснодар всегда приятно, да. И не скажу, что у них какие-то были покупки вот там последние там два-три года. Краснодар целенаправленно уже порядка пяти и семи лет идет и растет, идет к своей цели попадания в зону Лиги Чемпионов, он обязательно должен попасть. Потому что он находится около Москвы, он обязательно попадет, потому что команда, в отличие, извиняюсь, Кирилла, от Спартака, точно знает, во что она хочет играть, она точно знает, какими средствами она будет играть, она точно знает, то есть у нее, она в этом плане похожа, понятное дело, на армейцев, где ведь не только один из футболистов и тренерский штаб решают, да, результат на поле, но и вся, как бы, вся структура... Гинр, который решает результат вне поля. И в Краснодаре видно, что все в порядке и с болельщиками, и со стадионом, и с атмосферой, и с игроками, и с молодежью, и вообще Краснодар, честно говоря, радует, что на карте России появилась такая команда, которая... Согласен. Я даже хочу, чтобы она в этом году в тройку попала, и похоже, что она и войдет. Я согласен. Кстати говоря, сейчас, подожди, пока не забыл, я тут посмотрел или послушал, прочитал, не помню сейчас, что со мной происходило, помню только информацию. Один из футбольных экспертов сказал, что у Спартака больше шансов стать чемпионом, чем у Краснодара. Это что? Просто на заезженный телеги, что Спартак это имя, Спартак это... Что ему проще стать чемпионом, чем Краснодару. Что Краснодар не сможет. По каким-либо причинам. Не обосновал. Просто типа рано. Сказать можно все. Рано Краснодар становится чемпионом. Вот почему Спартак станет чемпионом? Потому, потому, потому. Почему Краснодар не станет чемпионом? Потому, потому, потому. Так было понятно. Мы слова неизвестных экспертов не комментируем. Но тогда я вам включу свою любимую статистику. Давай. Спартак во время сезона поменял главного тренера. И все. И ни одна команда по ходу сезона сменившая тренера не становилась чемпионом России. Вот, в общем-то, и все, что я хотел сказать. Пошли дальше. Итак, друзья мои. Смотрите, какая история. Я знаю одного человека, который на Динамо поставил чемпионство в турнире чемпионата России по футболу. Коэффициент был что-то типа 1 к 500. Я думаю, мы... Победа Динамо в чемпионате. Теоретически шанс есть? А, на Динамо? Да. Теоретически... То есть, у Динамо тоже согласна история. Это очень маленький, да. Я поэтому не поставил. В три сезона назад один очень известный какой-то там английский то ли рок-исполнитель, то ли актер поставил... 500... Нет, поставил там 500 фунтов стерлингов, что чемпионом станет... Лестер. Лестер. Представляете, какой там тоже был коэффициент. Чемпион в России? Ну, естественно. Друзья мои, какая еще история, которую я заметил по нашей турнирной таблице? Да. Зенит и ЦСКА 4 матча с первыми командами, то бишь, Краснодар, Локомотив, Ростов, Спартак уже сыграли. Домашние матчи. А Краснодар, Локомотив и Спартак ни одного матча с первой четверкой не сыграли дома. То есть, во втором круге эти команды будут играть, принимать команды из первой четверки, то бишь, Спартак будет играть с Локомотивом, с Краснодаром, с Ростовом, с ЦСКА все будут играть дома. Зенит только с ЦСКА сыграет дома. А остальные на выезде? Остальные с первой четверкой сыграет на выезде. Зенит сколько матчей проиграл? Два? Дома? Только один матч он проиграл. Вообще, сколько поражений в Зенит? Ну, два поражения. Два поражения, от Динамо и... От Анджи. От Анджи. На каком месте Анджи, на каком Динамо, да? То есть, это первая пятерка, ни о чем не говорить. Он, видишь, команда может проиграть и аутсайдер, можно сказать так. Нет, но и ЦСКА потерял два очка с Ениси. Все правильно идет. ЦСКА берет очки в Грозном. Поэтому... Нет, если Динамо что Зенит будет чемпионом уже после второго тура. Да ты предсказываешь пятый год уже. Толку-то? Пифи это надо. Еще Зенит ты предсказываешь. Хорошо, Сереж, Динамо надо вырываться из 12-го, с 12-го места. Мы вырымся, но я думаю, чемпионом, конечно, вряд ли ставим. Ну, попробуйте. Давайте переходим не только до времени. все матчи, оставшиеся выиграли, ты наберешься от 1 очка. Как будто бы по статистике этого может хватить. Потому что по статистике даже, по-моему, 58 очков хватало для чемпионства. Шанс еще есть. Да, хотя последние годы будем с терпением ждать. Уже все, кто за 60 все-таки переваливал, чемпионства хватало. Итак, поехали дальше. Лига чемпионов. Буквально несколько минут назад Евгений до нас дозвонился. В Лужниках начинается матч Лиги чемпионов. Ну, конечно. ЦСКА Виктория Пельзень. И завтра мы ждем матч Локомотив Галатасарай. Сразу, Илья. Да, Олег. Фамилия вратаря Пельзень. А я знаю Грушка. Грушка. Какая красота. А я знаю, кто ему сказал об этом. Это его сын, который знает всех игроков. В чешском чемпионате, в словацком есть такое. Сложный будет матч для ЦСКА? Матч будет сложный, потому что это матч Лиги чемпионов. Он уже априори не может быть легким. Так. Но для армейцев все-таки высокие шансы на победу, потому что Викторию нужно обязательно выигрывать. И достаточно дырявая оборона Виктории. Если армейцы опять же не сбегутся на какую-то игру для себя неадекватную, то вполне могут Викторию поймать и должны побеждать. И оставлять шансы на теоретические шансы. Что значит поймать? То есть не наоборот должно быть? Не Виктория должна ловить ЦСКА? ЦСКА будет ловить Викторию? Я думаю, что ЦСКА должна ловить, потому что в равном футболе возможно... Или ЦСКА должен все-таки? Нет, просто ловить поразумевает, что вроде как ЦСКА будет играться на контратаку. Виктория это та команда, насколько информация, которая по крайней мере в интернете имелась, что это команда, которая играет первым номером. И из того, что ей нужно по-любому выигрывать армейцев, как будто бы устроит и ничья, как будто бы для армейцев будет выгодно все-таки забить первый мяч, а потом уже играть спокоен. Ясненько. Друзья мои, давайте идем дальше. У нас Лига Европы. Давайте посмотрим, какие матчи. И я тоже немножко о статистике поговорим. Итак, у нас все матчи мы играем дома в России. Краснодар играет с Акхесаром турецким, Зенит играет с Копенгагеном и Спартак играет ну, соответственно, с Венским Рапидом. Друзья мои, если сегодня, завтра и в четверг наши команды добиваются успеха, то они проходят весеннюю часть. И только одна команда, о которой мы не говорили, это команда Локомотив, даже в случае победы, ничего себе еще не гарантирует. Шанс сохраняет. Ну, я говорю, нет, не гарантирует. Гарантирует, нет, да. А остальные команды все гарантируют. Да. Что у нас с Локомотивом? Не ждем чего-то от них? Не, я не думаю. На турнир они, хочется выразить грубо, на турнир они надежд не возлагают. Положили свои амбиции. Да, надежд не возлагают, они не выиграют угол от Сарая. Ну, что ж, мне вот, честно говоря, кажется, что это будет первая игра, когда Локомотив победит. Да? Как сыграет ЦСКА с Викторией? ЦСКА победит 2-1. 2-1. Локомотив победит. Ну, ладно, пусть будет тоже 2-1. Кирилл, как сыграет Спартак с Рапидом? Хочешь сказать 6-5. Я думаю, поставлю на 5-3. Я думаю, 3-2 мы выиграем. Угу. Неплохо. Это у меня, Олег, в лоб счет угадывать. Что знаешь? Можно я про Кроздадар Акхихар? Люди обычно ставят либо победу для мяча, либо Зоби забьют. Я видел, что Спартак пропустит, например. У меня есть такая уверенность. То есть, ты поставишь, что Спартак пропустит. Акхинфеев пропустит. Ты ставишь? Опять. Есть такое. Уже поставил. Ну, что ж, посмотрим. Ну, и Зенит Копенгаген. Да, я думаю, что в этой группе решается, кто займет первое место. Либо Зенит, либо Копенгаген. Итак, давайте переходим. У нас буквально остается 2 минуты. Посмотрим. 16-й тур. Кто будет играть уже в выходные. И у нас, естественно, будет матч тура, так называемый. Естественно, это Спартак Локомотив. Ну, и, конечно, будет интересно посмотреть Рубин Динамо. Вне всяких сомнений. ЦСКА играет с Ростовом. А это, на секундочку, я напомню, что это команды занимают третье и пятое место в турнирной таблице. Ну, и, как я уже сказал, Спартак Локомотив. Вот и первый матч с первой четверки, Кирилл, у вас домашний. Да, сложно придет ЦСКА с Ростовом. Я смотрел матчи с Зенитом, в принципе, если будет какая-то такая неразбериха вначале, очень дисциплинированная команда Ростов исключительно дисциплинированная. Они вот все тот и до выполняли. еще в Ростове. Нет, не в Ростове. Играть будут. А будут? в Ростове ЦСКА придет сложно. А Спартак Локомотив, если все без травм обойдется в Еврокубках, когда дым рассеется, это будет интересно. Вот это, я уверен, будет интересный матч. Мне вот прям очень хочется дожить, что называется, до время, до время начала этого матча. Я думаю, это будет огонь. выходные. Это будет огонь. Вот мне очень хочется посмотреть, что прям вот Спартак с Локомотивом сотворят. Потому что Локомотив вроде как вышел из пике, расправил плечи, тут же проигрывает в чемпионате. Сейчас надо тоже доказывать об основе амбиции Спартаку подавлен. Сереж, по Динамо. Нам бы, как говорят, унести очко из Казани. Так что, я думаю, ничья это максимум, что может Динамо сделать. Бердыев это стена для нас. Ясно. Ну что ж, друзья мои, хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто сегодня был вместе с нами и сказать только одно. Наш российский футбол, как всегда, уже сколько там, сделался? Есть предварительные результаты. 1-0 забил Влашич. Уже? Да. Друзья мои, 1-0 Влашич уже забил, поздравляем всех болельщиков ЦСКА. Ну и говорим, что болеем, за своих. Пока. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова